Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1566. Как относиться православному христианину к празднованию Дня Победы, 9 мая? Патриоты связывают эту дату с Днём памяти священномучника Георгия Победоносца. Поместили священное изображение на военный орден. Архиерейский собор РПЦ 29 ноября 4 декабря 1994 года установил в этот день поминать усопших воинов за веру, отечество и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года. Какая вера имеется в виду? Кто её от кого и чем защищал? В бой по преданию шли со словами «За Родину! За Сталина!» А истинно верующие к тому времени были все попересажены, расстреляны, сосланы. Да и сколько их было в те годы вместе с ваптистами и другими признающими Христа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Новом Завете на этот вопрос нет ни слова. Я могу тебе дать какое благословение, если оно уже отдано Небесному, а не войне? Что могу тебе дать, какое благословение, если оно отдано Небесному, а не войне? А я говорю вам, и это «а я говорю» перечеркнуло всё, чем жило человечество до тех слов. Матфея 5, глава 44 по 46 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Легко заметить, что кто иначе думает, хотя бы с ним рядом стояли Папа Римский и Патриарх с автоматами наперевес. Есть не сыны Отца нашего Небесного. Они поступают как мытари. Те, кто воюет, пусть воюет. Им это как раз. А христианин отвоевал своё право быть последователем того, кто вложил наш меч в ножны. И до второго пришествия его неизменно он там и должен быть. Матфея 26, 52 Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. У кого нет терпения вынести всё, что Бог послал для нашего блага и прославления, для отечения и исправления, те пойдут сами в плен, те будут убиты сами, если посягнут, изменить ситуацию через применение плотского оружия. Откровение 13, 10 Кто уведёт в плен, тот сам пойдёт в плен. Кто мечом убивает, тому саму надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. У этих вояк нет ни веры, ни терпения. Луки 9, 55-56 Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать». 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стих «Оружия воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не повергаем замыслы». 2 Коринфянам, 6-7 «Словие истины в силе Божией с оружием правды в правой и левой руке». При поясании чресл это изречение встречается в Библии всего лишь в 7 раз. Стоит того, чтобы рассмотреть, как шло на протяжении 3600 лет разъяснение, что же это означает и каким ремнём нам припоясываться, и что на ремне должно висеть, кортик, пистолет или Библия в истинное толкование святых отцов. Исход 12 глава, 11 стих «Есть же и вот так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Неемия 4, 18 «Каждый из строивших припоясанных был мечом под чреслом своим, и так они строили. Возле меня находился трубач». Возле меня находился трубач. Нас должно интересовать в первую очередь, что за припоясание у самого владыки нашего иеговы. Притча 31, 17 «Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои». Исайя 11, 5 «И будет припоясанием чресла его правда и припоясанием бедра его истина». Христос настраивает своих последователей на волну в готовности встретить его, а не на врагов внутри государства или за границей. «Теперь уже не оружие идет в связке с поясом, а светильники какие?» 2 Петра 1, 19 «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Миллионы экземпляров Библии, миллионы светильников в уме и в душе. Уверовать можно только через проповедь Слова Божия. «И тогда звезда утренняя взойдет ярко рано утром на молитве». Римлянам, 10 глава, 17 стих «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Откровение 22, 16 «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Луки, 12 глава, 35 стих «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». 1 Петра, 1, 13 «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Эфесянам, 6 глава, 14 по 17 стих «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благорестовать миру, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угостить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Чтобы опровергнуть эти слова, нужно сначала получить удостоверение, что ты стал антихристом. Настолько все ясно изложено в Библии по этой теме, что говорить противоположно может только противник, что означает в переводе с еврейского «сатана», который и есть толкователь Библии для воюющих, ибо он есть главный виновник всех смертей. Иван Глятианов 8, 44 Все люди на земле – братья по крови Адама. Евреям 2, 14 «Смертью лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». 1 Иоанна 3, 15 «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Московская патриархия ведет позорную игру с антинародными и антихристианскими режимами, точно так же, как дореволюционная православная господствующая церковь привыкла любодействовать с царями в прошлые века. Иеремия 3, 9 «И явным благодействием она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Иеремия 5, 7 «Как же мне просить тебя за это? Простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали. И толпами ходили в домы блудниц». Иеремия 29, 23 «За то, что они делали глусное, и имени моим говорили ложь, чего я не повелевал им, я знаю это, и я свидетель, говорит Господь». Откровение 18, 3 «И цари земные любодействовали с нею». И эти Дни Победы и эти связи с силовыми структурами есть предвестия новых бед на церковь, которые придали на растерзание лиходеям неверующие архиереи Синода. У верующих есть праздник Победы над злом, над дьяволом, над тьмой. И это совершилось в воскресении из мертвых Христа. 1 Яна 5, 4 «Ибо всякие, рожденные от Бога, побеждают мир, и сия есть победа, победившая мир вера наша». 1 Калифин 15, 57 «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господа нашим Иисусом Христом». Юноши, взятые в эту безбожную армию, будь то в любой стране мира, развращаются, измываются друг на другом и погибают тысячами в мирное время. А кто служит Христу, те одерживают истинную победу, которую празднуют в вере своей каждый день над лукавым. 1 Яна 2, 13 «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Если бы даже тебя расстреляли за отказ участвовать в военном деле, ты все равно победитель над злобой их». 1 Яна 4, 4 «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Какое еще нам обещано оружие в борьбе за справедливость, будь то даже захватническая война, когда мы захватываем плацдарм в душах слушающих нас? 1 Яна 5, 5 «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» И вот о таких говорится в вечности, что они не служители дьяволу и дьявольским правительствам, а были во всем верны Богу и Иегове, Господу Саофу, и прославляли своей смертью Христа и Иисуса. И были вадимы третьим лицом Троицы, Духом Святым. Их победа будет отпразднана в вечности, ибо они победили Антихриста, который уже и сегодня действует в своих предтечах, заставляя служить в убийственных армиях сатаны. Откровение 12, 11 «Они победили его кровью Ангца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 2, 11 «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорится к вам. Побеждающий не потерпит вреда, от второй смерти. Панихиды, по монтирщинникам, по тем, кто не уверовал при жизни в Иисуса Христа и не жил в Духе Святом, не свидетельствовал о Спасителе Иисусе, те будут брошены в вечную муку, в огонь, который уже предзнаменует их мучения и называется вечным, горящим даже в видимом мире на могилах». Римлянам 8, 35 с 35 по 37 стих «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Продолжение следует...